Меня зовут Антон, мне 23 года, я уже второй год в Вене. Два семестра я изучал немецкий язык и сейчас я учусь на втором семестре UniWin по специальности B-Trips Wirtschaft, Business Administration. И я хотел бы поделиться своим опытом перебывания в Вене, учебы, общения и всего, что связано с Австрией, Веной. Я приехал в Вену в 2017 году. Для того, чтобы начать учиться на магистратуре, мне нужен был немецкий язык. За два семестра я его сдал успешно и, собственно говоря, потом начал учиться уже на бизнес-администрировании. Немецкий мне давался очень сложно и, в принципе, всем советую уделять ему побольше времени, несмотря на то, на каком языке вы будете учиться. Потому что в любом случае с перспективой на работу немецкий будет нужен всегда. И для общения, и для учебы, и, опять же таки, для работы. Австрийцы намного лучше относятся к тебе, если ты с ними говоришь на немецком языке. Курсы были не очень сложные. В принципе, если у вас уже есть опыт изучения иностранных языков, то вы можете сдать необходимый уровень даже за один семестр, если постараетесь. Но для этого нужно приезжать с нулевым уровнем, а постараться как-то подготовиться дома. Очень важно сразу разобраться в системе, как она тут работает, потому что она очень отличается от нашей. Тут нужно отдельно регистрироваться на каждый предмет. В некоторых случаях отдельно регистрироваться на экзамены. Я дома изучал бухгалтерский учет и аудит. Тут я попытался взять другую специализацию, логистику. Я ожидал, что будет немного легче, чем оно оказалось по факту. Короче, лучше не шутить с этим. Лучше, если вы уже имеете какую-то специализацию, то дальше идти нужно по ней и развиваться в этом русле. Первый семестр, как я уже сказал, я взял логистику и предметы с ней связаны. В университете есть такое понятие, как инфюрингс фазы. Когда ты обязательно должен взять три предмета из шести на выбор, которые являются общеэкономическими в случае моей специальности. Вот они были несложными. А конкретно узкая специализация, логистика, там я вешался. Короче говоря, первый семестр я жестко зафейлил и чуть не вернулся в Николаев. Во-первых, никому не советую доводить ситуацию до такого состояния, когда все зависит от того, сдашь ты этот предмет или не сдашь. Потому что в этом случае на тебя давит не только то, что нужно учить, а и то, что ты можешь спокойно вернуться домой и остаться просто ни с чем. Поэтому очень важно четко знать, какие предметы ты будешь выбирать в будущем и важно хорошо планировать свое дальнейшее расписание и должен быть обязательно какой-то план в голове. В плане второго семестра я тоже его немного зафейлил уже, потому что на те предметы, на которые я хотел попасть, слишком много желающих, а количество мест ограниченное. Поэтому мне пришлось набирать предметы, которые остались из того, что было доступно и у меня получилось всего лишь четыре предмета. Касательно системы регистрации на предметы, очень важно правильно распоряжаться пунктами приоритета. Это такая вещь, которая существует в системе Univin, когда ты должен распределять эти пункты, которых тебе дается тысячу, между предметами, которые ты выбрал. И это очень важно в случае, когда на какой-то предмет большой конкурс, много людей хотят его проходить. Если же ты какие-то пункты распределил на этот предмет, но все равно на него не попал, они сохраняются до следующего раза, пока ты не зарегистрируешься на этот предмет. И очень часто такое случается, что очереди на предметы очень большие. В плане обучения очень важно разбираться во всем самому и учиться регулярно, каждый день, потому что сами лекции, они очень, в некоторых случаях они просто для галочки. То есть в них не вся информация, которая может быть на экзамене. И некоторые преподаватели также, как и у нас, не заинтересованы в том, чтобы излагать свой предмет интересно. Но, если вам повезет с преподавателем, как мне повезло в этом семестре, это вообще просто супер. И попался человек, который работает уже в сфере, в которой он преподает. И видно, что он понимает, о чем говорит. И приводит примеры с реальной жизни. И все хорошо объясняет. И он еще молодой, еще бывает шутит иногда. Короче, ты не такой бешеный в этом случае и не такой растерянный. Потому что ты, в принципе, все понимаешь и человек идет на контакт. Могу сказать, что по лекциям, которые были в университете, вот эти вот слайды, они все, в принципе, взяты из книг. И мне намного больше помогло в подготовке к экзаменам не вот эти вот слайды, а конкретно книги, которые, кстати, всегда написаны, когда ты регистрируешься. Рекомендованная литература указана внизу. Я бы советовал побольше обращать на нее внимание. И не обращать внимание на те слайды, просто взять книгу и читать ее до экзамена постоянно. Кстати, вот оценивание тоже очень интересный моментик. У нас как получается, если ты что-то уже на экзамене написал, тебе уже троечку ставят, нормально, свободен. А тут оценивание начинается только с того момента, как ты набрал 50%, 50% экзаменов. Только после этого тебе уже могут поставить позитивный результат. Нагрузка в университете, по сути, исключительно зависит от вас. Сколько вы предметов наберете и столько вы будете учиться. Но в любом случае большую часть времени вы будете учиться самостоятельно. Потому что лекций вообще недостаточно в любом случае. Независимо от того, взяли вы один предмет или два предмета или три, очень важно учиться самостоятельно. Не только для того, чтобы экзамен сдать, а и для будущего понимания своей профессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...